Всем привет, дорогие друзья! Новое видео на канале Gadgetmania. Теперь они выходят немножко реже, но я думаю, что с сентября месяца мы втянемся в новый третий сезон с регулярными 1-2 выпуска в неделю. Это выпуски будут в нескольких категориях. Скорее всего, это, как всегда, посылки из-за рубежа, включающие в себя гаджеты или все, что связано с ними. Или, вернее, и обзоры тех или иных гаджетов. Скорее всего, это будут гаджеты, которые актуальны на тот момент времени, когда будет вести съемка. Или гаджеты на наше усмотрение, которые будут интересны для нас, в первую очередь, и для наших подписчиков. Сегодня же мы хотим поговорить о приобретении животрепещущей теме. Это приобретение булгаджетов с рук. Несколько причин создать это видео, потому что сами мы обжигались, обжигаемся и продолжаем обжигаться на приобретение более дешевых, удешевленных или, может быть, восстановленных телефонов. И при этом сталкиваемся с теми или иными сложностями и трудностями. Итак, это новое видео. Мы начинаем. Поехали! Дорогие друзья, как часто вы задавали себе вопрос, а не приобрести ли мне, допустим, Android или iOS-устройство с рук на том же Авито или какой-то другой барахолке, местного значения в вашем городе, где вы живете? Очень часто люди прибегают к таким методам. Кто-то продает, кто-то покупает. И, конечно же, на этом рынке очень много людей, которые хотят ложиться на всем этом. Мы не стали исключением. К нам очень часто обращаются люди с просьбой приобрести тот или иной смартфон. То есть у нас якобы немножко больше опыта на том же Авито или еще где-то, может быть, на местной барахолке, в доске объявлений, бесплатной доске объявлений и так далее. И мы столкнулись с таким, скажем так, животрепещущим моментом, когда покупаешь совсем дешевое устройство, в цене я имею в виду совсем дешевое, ожидаешь от него, вот, наконец-таки я совершил очень выгодную и удачную сделку. И потом начинаются всевозможные роды проблемы и косяки. Поэтому мы вот сейчас снимаем данное видео для того, чтобы уберечь тебя, каждого из вас, избежать этих моментов. На примере данного смартфона это iPhone 5C, 8 гигов, полной комплектации, RST-модель. И мы его по просьбе одного из наших, скажем так, знакомых приобрели на Авито. Очень было, скажем так, заманчивое объявление. У этого телефона был разбит дисплей, за сам телефон просили сущие копейки. И, соответственно, так как дисплейный модуль забинить, либо купить запчасть в вашем городе, либо заказать его из Китая или откуда-то еще не составляет никакого труда. Это можно сделать либо самому с помощью видеоинструкции на том же YouTube, либо обратиться в всевозможные сервисные центры, подвальные, полуподвального типа, либо к официалам, еще куда-то. Но сразу скажу наперед, то есть заменой модуля ничего не ограничится и не ограничилось. В одной простой причине, что если вы покупаете телефон с рук, если вы не профессионал, скажем так, даже если у вас есть опыт приобретения гаджетов с рук в вашем городе, вы можете столкнуться. То есть мы очень часто покупаем, перепродаем, покупаем, либо покупаем по просьбе наших знакомых, друзей, те самые гаджеты, но сталкиваемся и сталкивались, и, наверное, будем сталкиваться, потому что подстраховаться от всего, наверное, все-таки невозможно. Итак, первое, что хотелось бы посоветовать, это, конечно же, назначать, если вы, допустим, промониторили тоже Авито, выбрали нужный вам гаджет, понравилась вам цена этого гаджета, то есть вы хотите купить этот гаджет, в первую очередь это назначайте встречу в людном месте для того, чтобы у вас не отняли деньги, конечно же, бывают и такие моменты, и по возможности встречайтесь в местах, где есть общий доступ, то есть есть бесплатный Wi-Fi, для того, чтобы на месте проверить один, одну из, скажем так, самых главных преимуществ современного гаджета, это выход в интернет с помощью Wi-Fi. Конечно же, на встречу надо назначать дневное время суток, желательно днем, или поближе к вечеру, если вы работаете, но в первую очередь, конечно же, не ночью, никогда уже сумерки, никогда, когда вы не сможете посмотреть на то устройство, которое вы приобретаете в солнечном свете, то есть в свете дневных лучей, и поэтому, первое, встречайтесь в общественных местах, и, конечно же, встречайтесь в местах с прямым доступом к Wi-Fi сигналу, и, конечно же, днем. Второе, перед тем, как пойти на встречу, желательно на встречу пойти не одному, а вдвоем, потому что если вы представительница слабого пола, то велика вероятность, если вы живете в большом городе, что вас могут обмануть, вас могут ограбить, это не шутки, на самом деле, мы живем в очень жесткое, скажем так, время, когда ради 100-100 рублей могут и по голове дать, и, не дай бог, еще что-то, какие-то увечья принести вам, как покупателю, отобрать деньги, потому что очень много мошенников, которые продают объявления, но при этом ничего не продают, а пытаются этим самым каким-то образом, обманным путем с вас денег, короче, поймите. Это второе, назначайте, конечно, без меня, идите навстречу, желательно не один, по возможности вдвоем, конечно, втроем это будет уже, втроем это будет уже перебор, и, так, потерялся немножко с мыслью, в общем, второй наш совет, совет бывалого, но, скажем так, опять же, наступающего на свои же грабли человека, это идите навстречу по возможности с человеком, который вам, если что, не даст вас в обиду. Третье, если вы приобретаете гаджет, на работоспособность которого невозможно проверить в тот момент, договаривайтесь сначала, сразу же не с человеком, для того, что, так называемый money back, то есть, определенное количество времени, это может быть от нескольких часов, там, от одного часа до нескольких дней, может быть, это неделя, в учении которого вы можете беспрепятственно по предварительной договоренности вернуть, то есть, повернуть сделку с 5, потому что это все равно устный договор купли-продажи, все равно он имеет какую-то обратную силу, и поэтому, если вы предварительно во время сделки договоритесь о возврате устройства, если что-то вы обнаружите какие-то недостатки, допустим, там, в чине 5-7 рабочих дней, или там, 3 рабочих дней, или сутки на проверку, для того, чтобы дома более детально, или, может быть, в сервисном центре, если вы, к примеру, как мы заменили дисплей на вот этом вот телефоне, вы смогли протестировать полную функциональность данного гаджета. То есть, просто подходите к человеку, общаетесь, за спрос денег не берет, ему надо продать, вам надо купить, и вы договариваетесь о том, что если человеку скрывать нечего, если он рассказывает о всех подводных камнях, то, безусловно, в 99% случаях он скажет, это не вопрос, то есть, вы не даете ему гарантию, вернее, он не дает вам гарантию, потому что это устройство будет работать, там, день, месяц, год, как бы, вы спрашиваете у него право, если что, вернуть его обратно. Это третий такой момент, тоже немаловажный. Я вот пытаюсь, пытался на YouTube найти какую-то, какую-нибудь инструкцию для людей, особенно, там, младшего школьного возраста, старшего школьного возраста, которые поднакапливают какие-то свои средства, кто-то летом работает, и в итоге, как бы, пытается потом приобрести либо в Китае, кто-то опасается очень всевозможного много инструкций, как купить в Китае, что купить в Китае, но практически ни одной инструкции, как купить у себя в стране, на данном случае в России, в любом регионе, как бы, допустим, устройство, оно может быть новое, но человеку подарили, оно не нужное, и человек его пытается продать и какие-то деньги с этого получить. Четвертое. Если вы на момент сделки обо всем об этом договорились, пришли днем, пришли не один, все нормально, договорились о манибэке, конечно же, вам в первую очередь надо внимательно осматривать само устройство, которое вы покупаете, без разницы, планшет, это ли телефон, смартфон, не знаю, там, блютуз-колонка, конечно же, это внешний вид. То есть, перед вами должен быть комплект документов, включая коробку, и мы, если это устройство смартфон или планшет, конечно же, должны, если оно включается, то есть, если оно не должно подлежать ремонту, то, в первую очередь, должны достать документы продукции компании Apple. В отличие от Android, вся сертификация идет по e-mail, то есть, даже не сертификация, а отследить можно устройство, просто забив e-mail, уникальный номер, который не совпадает, то есть, на нескольких гаджетах не может быть одного и того же e-mail, вы можете пробить на сайте apple.com.ru, по разделе поддержки, вы можете ввести данные e-mail и, соответственно, убедиться, есть ли гарантия у этого устройства, нет ли гарантии этого устройства, может быть, она закончилась, либо этот телефон был восстановлен до этого. Потому что очень много сейчас таких моментов, что слишком, скажем так, предприимчивые русские люди приобретают восстановленные телефоны в большом количестве, там, больше, там, 50-15 штук на том же Алиэкспрессе, либо еще где-либо за границей, и потом у себя в городе продают незнающим людям о том, что, которые могут, соответственно, купить этот телефон, заказав его самим. В первую очередь, вы, конечно же, осматриваете устройство на внешние технические повреждения, на повреждения, связанные с разбазоспособностью этого устройства, то есть, если продавец все правильно и честно описал, если он продает, допустим, там, устройство, которым он попользовался, прошу прощения, устройство, которым он попользовался в течение, там, полугода-года, купил новое, и это хочет продать за какие-то деньги, конечно же, он должен написать честно, ну, что не так с этим устройством, то есть, внешний вид. Это главное, одно из главных правил, скажем так, при покупке БУ-устройства, БУ-гаджета. Вы проверяете устройство на технические характеристики, внешний вид, сверяете очень много подделок, если вы сразу видите, что, допустим, вам пытаются продать Samsung Galaxy S5, как мне пытались продать под видом оригинала, но на самом деле обычный скриншот экрана, который показывает разрешение экрана, показал о том, что устройство передо мной не оригинальное. Если вы приобретаете бренды именитых китайских производителей на Meizu, от Meizu, от Xiaomi, вы можете все это проверить, даже если вы возьмете с собой планшет или какое-то другое устройство, выходящее в интернет, вы можете пробить по e-mail, либо по серийному номеру, и вы убедитесь о том, что это устройство оригинальное. Если это касается Android-устройства, вы, перед тем, как пойти на сделку, вы должны немножко почитать об этом устройстве, потому что в русскоязычном интернете просто достаточно набрать имя этого устройства и рядом с этим написать «HopiDA», то есть это довольно-таки известный форум о телефонах, и там, я думаю, что любую модель вы найдете, что она из себя представляет, как проверить на оригинальность и так далее. То есть из чего мы делаем вывод, что пятое – это проверка на оригинальность. Если вы покупаете Android, это, соответственно, вы обращаетесь в интернет. Если вы покупаете iOS-устройство, как в нашем случае, это iPhone 5C, вы обращаетесь на сайт apple.com, в разделе «Поддержки» вы можете пробить e-mail и так далее. Если вы покупаете какой-то другой гаджет, вы можете до встречи поискать в Google или в Яндекс информацию и найти официальный сайт производителя. Я думаю, там ознакомиться с информацией, как выглядит и как должно выглядеть оригинальное устройство. После того, как вы убедились, что устройство находится таким, каким он должен быть, то есть в описании, в объявлении оно включается. Опять же, тут надо понимать, если вам, допустим, продают устройство, то, к примеру, там за 10 тысяч рублей оно включается, им пользовались, то есть там в течение какого-то времени, без разницы, какого. Можно сразу же проверить функциональность Bluetooth, обязательно проверяйте Bluetooth, Wi-Fi. Сейчас расскажу, почему. Сразу же вставьте симку, если вы должны ее взять, опять же, это будет, наверное, шестым правилом, это взять с собой, если вы покупаете смартфон или планшет, современный гаджет с возможностью туда вставить сим-карту, обязательно вставьте сим-карту, проверьте возможность звонка, совершения вызова, проверьте возможность работы микрофона, работы динамика, работы всех коннекторов, то есть по возможности, даже если вы, опять же, встретились в общественном месте, если в телефоне есть зарядное устройство в комплекте, опять же, проверить разъем зарядного устройства, проверить аксессуары на оригинальность, в том случае, что если вы покупаете, допустим, iOS-устройство, там, iPad или iPhone или iPod, для того, чтобы это все заряжалось, и, соответственно, если это не оригинал, уже там договариваться, устраивать вас, не устраивать, а какой-то скидки, а какой-то компенсации. После того, как вы пришли днем с человеком, с другом, с своим там или подругой, убедились, что вас не обманывают, убедились в том, что телефон таким, каким его описывают в объявлении, проверили его на внешний вид, проверили его функциональность, проверили его оригинальность, убедились о комплектации, из этого уже делайте вывод. То есть, если у устройства есть какие-то, допустим, написано в отличном состоянии, а у телефона есть какие-то незначительные или, наоборот, значительные среды эксплуатации, конечно же, вы пытаетесь договориться с владелецом данного устройства о какой-то скидке, о какой-то компенсации, допустим, человек продает за 10, но вы обнаружили какие-то недостатки, и это, скорее всего, будет седьмым правилом. Вы просите о каком-то торге, то есть, допустим, он продает за 10, а вы ему говорите, кружище вот тут, вот тут, вот тут, вот такие косяки, как бы мы все прекрасно понимаем, ты хочешь продать, мы хотим купить, но давай не за 10, а давай, допустим, там за 8, к примеру. И, наверное, восьмое правило, если вы покупаете телефон, который невозможно, или устройство, которое невозможно проверить, допустим, вы умеете чинить гаджеты своими руками, или у вас есть возможность починить гаджеты с помощью своих знакомых, наш, как в нашем случае, и вы покупаете устройство, которое невозможно проверить на месте, на работоспособность, но все описано как в объявлении, вы пришли, я вам сейчас расскажу вкратце нашу историю, вы пришли на сделку, на сделке девушка, то есть, которая прикидывается, что она ничего не понимает, просто уронила телефон, на экране был, на телефоне был разбит экран, разбито такой степени, что даже невозможно было проверить его на включение, то есть, еще плюс телефон был севший. И человек, пытаясь избавиться от устройства, соответственно, пытается, точнее, он не скрывает, а он просто не говорит об этом, то есть, тут очень сложно вот эту поймать грань, именно когда вас обманывают, или человек, допустим, может не знать. На телефоне были физически какие-то, был полностью разбит экран, и невозможно было проверить работоспособность телефона на сделке. Если вы суперпрофессионал, если вы понимаете, что вы идете, покупая айфон, например, 5S, 5, 5C, 6, 6+, ну, ныне действующие модели телефонов, и вы собираетесь менять ту или иную запчасть, желательно, по возможности, взять на сделку эту запчасть, если вы сможете, скажем так, разобрать на сделке, то есть, подкинуть дисплей, проверить, как бы, все это действительно облегчит вам дальнейшее пользование этим гаджетом. Если же вы не понимаете в этом, то, скорее всего, вам придется обратиться там к фонту 1 или 2, это, как говорится, о money back. То есть, давайте я, ну, вы тем самым идете на риск. То есть, наверное, восьмое правило – это понимать, покупая бы устройство с рук на авито или на какой-то барахолке, вы должны отдавать себе отчет в том, что даже если вы восстановите ту или иную запчасть, которая сломана, то телефон внутри может иметь какие-то другие неполадки. И обратить это внимание владельцу данного устройства. То есть, допустим, человек продает телефон там за какую-то самую денег, но вы не можете проверить все, поэтому торгуйтесь до последнего, чтобы вам действительно, даже если вы приобретете дисплей, который вы потом уже не сможете отдать, поставите, и, как в нашем случае, столкнетесь с другой проблемой, вы должны наименьшим, то есть, минимум финансово каким-то образом пострадать. Девятое правило – никогда не отчаивайтесь, то есть, жизнь, только жизнь учит на наших собственных ошибках и каких-то жизненных ситуациях, мы реально понимаем, то есть, в этот раз я бы сделал не так, потому что я ни в коем случае не претеную на истину, я не гуру, не супер какой-то продавец-покупатель, как бы я сам обжигаюсь, обжигаюсь довольно-таки часто, потому что в последнее время очень много обманщиков, я до последнего пытаюсь верить людям, пытаюсь все всегда проверять, но время от времени сталкиваюсь с той ситуацией, когда тебе либо некогда, либо ты что-то невнимательно посмотрел, потому что в основном эти сделки проходят на улице, особенно если это зима или плохая погода, то все-все быстро-быстро, как бы вроде посмотрел все, а в итоге там фо, косяк, засвет на дисплее, хотят, может, торговать тысячу рублей или еще что-то. В нашем случае, в нашем случае мы приобрели по просьбе знакомых iPhone 5C, то есть, приобрели действительно за смешные деньги, с разбитым экраном, как вы уже поняли, и при этом никак нельзя было проверить телефон, я проверил его на зарядку, потому что я взял с собой автономное зарядное устройство PowerBand, я проверил, что он заряжается, заряд идет, но телефон не включается, он включается, но невозможно никаким образом дойти до функционала, стереть его на заводские настройки и посмотреть работоспособность тех или иных модулей. Так вот, после того, как дисплей был заменен, заменен буквально в чем 2 часов, установлен новый дисплей оригинальный, как бы установлено защитное каленое стекло или пленка, телефон работает, это работоспособный телефон, вы сейчас увидите вставочку в видео, что здесь телефон работает, никаких проблем по пролистыванию столов, по яркости дисплея нету, ну и есть 2 таких небольших проблем, первое, это не работает Wi-Fi, соответственно, у iPhone, он единый модуль, не работает Bluetooth, скорее всего, он был поврежден из-за удара того самого дисплея, но у меня еще подкрадывается мысль о том, что телефон специально разбили дисплей для того, чтобы скрыть этот недостаток, то есть в момент проверки, чтобы нельзя было проверить работоспособность того самого Wi-Fi. и второй, небольшой недочет, это не работает задняя камера, но с этим очень легко справиться, потому что на Алиэкспресс есть много, ссылочки будут в описании, как на проверенных продавцов именно iPhone 5C, он достаточно доступный в данный момент, даже и с учетом поднятого курса доллара, вы сможете сами самостоятельно, иногда бывает даже выгоднее купить, и выгоднее предъявить претензию потом продавцу на Алиэкспрессе, у нас есть возможность предоставить вам ссылки на добросовестных продавцов, которые продают нормальные восстановленные телефоны по нормальным деньгам и дают еще на это гарантию. Но камера, как я повторяюсь, на Алиэкспрессе стоит сущие копейки, 200-300 рублей, замена там, если у вас есть знакомые, поменяют либо бесплатно, либо там за спасибо, либо за шоколадку, а с Wi-Fi модулем уже тяжело, то есть это довольно-таки одна из очень сложно заменяемых запчастей, которые находятся на материнской плате, и это касается не только айфона, то есть действительно Wi-Fi модуль на любом устройстве, планшет или смартфон на андроиде, он достаточно дорогой в замене. И тем самым мы реально понимаем, что человек, что и мы, соответственно, прилипли, как бы и человек, немножко не совсем доволен, как бы на Wi-Fi модуль. Замена Wi-Fi модуля на айфоне 5, 5ES, 5C заключается в том, что телефон надо вскрыть, и новый модуль, соответственно, паять. Это очень трудоемкая задача, это очень, скажем так, проблематично сделать, не все сервисные цены доберутся за эту работу, и берут в среднем, в маленьких городах берут от 5 тысяч и выше, в больших городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, берут от 2,5 и выше, в зависимости от, ну, как договоришься, короче. И десятое, последнее, если вы сталкиваетесь не то что с проблемой, а с желанием купить устройство, именно бое устройство, продукция компании Apple, на местных барахолках, или на Авито, или еще каких-то там сайтах, в первую очередь, очень много обманов идут в последнее время, это залоченные устройства. То есть вы приходите, проверяете вот эти все 9 шагов, скажем так, соблюдаете, радостно берете устройство домой, приходите, вставляете туда свою сим-карту, захотите пользоваться, думаешь, ладно, мне не нужен этот контент, который был у прошлого хозяина, значит, заходите в настройки, находите кнопку сброса, стереть контент и настройки, телефон сбрасывается, через 5 минут он включается, и оба она вы видите на дисплее, вот здесь вот будет гореть сообщение о том, что данный телефон привязан к какой-то учетной записи, пожалуйста, введите пароль. И даже при наличии у вас документов, коробки, даже если все и мы совпадают, но вы не знаете пароль, а человек, допустим, не берет трубку, вот это называется настоящее попадалово, то есть мы стараемся, если человек каким-то образом нас пытались обмануть, но у них не получилось, если пытается вам, скажем так, втюкать устройство, которое золочено на Apple ID, то есть введена учетная запись, и человек не хочет сообщать, сейчас найду, и человек, соответственно, не хочет сообщать от него пароли, либо придумывает какие-то отмазки, то мы стараемся, стараемся, старались и будем стараться не связываться с такими людьми, скорее всего, это обманщики, и я вас уверяю, ни за какие коврижки, у нас еще на телефоне может быть устройство, много придумывают, там я забыл, а на самом деле там украл, или там нашел, или еще что-то сделал, если вы покупаете, хотите купить именно продукцию компании Apple, бэушного состояния, как в бэушном состоянии, с рук, обязательно, это, наверное, одно из главных, потому что все, все 10 вот этих вот пунктов, которые я вам продиктовал, это, наверное, вот такие вот основные моменты, и нету там что-то похуже, что-то получше, то есть что-то поглавнее, что-то менее главнее, на самом деле, обращайте, пожалуйста, поставьте на паузу, или пересмотрите еще раз, чтобы принять информацию, свой мозг, пересмотрите этот ролик, я думаю, что я максимально вам попытался в простой доступной форме объяснить, как же все-таки не попасться на удочку обманщиков на Авито, как купить, а покупать можно, нужно, в устройстве, потому что действительно в мир наших, скажем так, тяжелых финансовых ситуаций, порой бывает, действительно можно найти выгодные предложения в вашем городе, на том же Авито, и это ни в коем случае не реклама Авито, поймите меня правильно, либо на месте каких-то барахолках, в дозах объявлений, в группах ВКонтакте и так далее. Вот, вот такое вот короткое видео, не знаю, на самом деле, но не короткое, наверное, на 20. Подписывайтесь на канал, в сентября встягиваемся прям вообще такой темп, будут ролики, как будут, лето, такой сезон, у всех, дача, работа, еще что-то. Подписывайтесь на канал, еще раз попрошу вас, проходите во все наши социальные сети, мы доступны в ВКонтакте, все ссылочки всегда будут в описании, у нас есть Инстаграм, у нас есть Твиттер, всегда интересные новости во всех наших, скажем так, масс-медиа, и обязательно проходите по ссылкам в описании, для того, чтобы купить нормальный, хороший, качественный, пускай может быть даже восстановленный, но телефон с гарантией на Алиэкспрессе или еще что-то, или еще где-то. Мы специально подберем для вас подборку нескольких продавцов, здесь нам проверено, которые отправляют быстро и все будет в срок. Вам спасибо, всего доброго, пока-пока.